Диатомовые водоросли Мы увидим в чистой или в сильно загрязненной воде. Сточная вода из домов поступает в канализационные сливы. В воду попадают различные моющие средства, образующие пену. Поверхность камней в реке обильно покрыта колониями бактерий Сферотилиус, имеющими бурый цвет и внешне напоминающими грязную мочалку. Можно ли найти диатомовые водоросли в такой воде? Давайте соберем, очистим пробу из этого водотока и рассмотрим под микроскопом. Да, даже в такой загрязненной воде могут жить диатомовые. А теперь посмотрим, какие диатомии обитают в чистой воде. Это чистый горный ручей. Вода выглядит очень прозрачной, не так ли? Какие виды диатомовых живут в этом водотоке? Диатомовые овальные, круглые, вытянутые формы и многих других, найденные в пробе из чистого горного источника. Они сильно отличаются от живущих в загрязненных канализационных стоках. Диатомии могут жить в водоемах, различающихся по качеству воды. Различные виды диатомовых обитают в различных экологических условиях. Давайте еще раз мы рассмотрим и сравним диатомовые водоросли, собранные из сильно загрязненных сточных вод, слабо загрязненной речной воды и чистого горного ручья. Рассмотрим диатомовых, обитающих в сильно загрязненной воде. В большом количестве представлены створки, имеющие сходную форму. В слабо загрязненной речной воде диатомовые имеют овальную форму, форму полумесяца и другие. И, наконец, диатомовые, живущие в чистой воде, представлены створками различных форм и размеров. Очевидно, что диатомии представлены множеством различных видов. Таким образом, на основании найденных диатомовых водорослей можно делать выводы о качестве воды. Диатомовые водоросли — наиболее распространенные водные фотосинтезирующие микроорганизмы. Они обитают не только в реках, но и в прудах, озерах, верховых и низинных болотах. Ведущий неподвижный образ жизни виды диатомовых прикрепляется к камням, но существуют и свободно живущие виды. Представители этих видов можно собрать с помощью планктонной сетки. Огромное количество диатомий обитает в океане. Морские диатомовые сильно отличаются от пресноводных. В приливной зоне также представлено множество видов диатомовых. Диатомы в водоросли можно найти везде, где есть вода. Например, они часто образуют коричневатую пленку на стенках домашних аквариумов. Створки диатомовых водорослей – настоящее произведение искусства. Диатомовые водоросли производят большое количество органического вещества в водной среде. Они крайне важны для оценки экологических условий водоема. Несмотря на крошечный размер отдельной особи, в целом диатомовые играют важную роль в биосфере Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова